Доброго дня ребят. Сегодня я вам расскажу о диверсионных кораблях. Мы очень хотели бы вас послушать. Так что давайте слушать. Кайт федерации, ну и игруби, они очень похожи между собой визуально, то есть вот у нас кайт, как видите, вот игруби. То есть в принципе форма, как видите, одинаковая, разница на игру, у нас они покрашены наши имперские цвета, мяковский, вместе с эмблинкой на крыле. Ну, теперь расскажу о модулях, их разница, то есть, в принципе, как видите, три щита, мировоблок, три триматора на кайте. У нас, я хотела тоже мировоблок, два щита на корпус и один кайт. Ну, как обуть кайта, то есть у нас тут самым, скажем так, улучшая уже, которую мы можем поставить, это залповая уже, то есть она дает крит на трон и проводит генетический урон, то есть в секунду получается так. Ставим бы припасы разрывные, то есть я повышаю его. Ну, у двигателя у нас боковой двигатель, впрызг катализатора для маневренности старта, компенсатор стабильный. Ну и аварийный барьер, обязательно. То есть, бывают такие случаи, когда торпеды летят или принося большой урон, этот велико нам спасет. Ну, также в щите у нас адаптивный щит и электромагнитная рассеянная. То есть у нас получается, например, урон мы немного сбалансили, а при адаптивке, то есть во время форсажа у нас увеличивается еще на 42 единицы. То есть можно, в принципе, почти подсохнуть. Ну и в корпусе у нас система динамической защиты, то есть кинетика и термоизолирующее покрытие. Ну, кто более богатый, скажем так, можно на него поставить исторические пластины. То есть я это сделаю, у меня оно есть. в том числе. Поэтому мы получаем еще и до 19 единиц при получении урона растет. Выше 34, то есть максимум получаем еще 64 единицы. То есть из 82-х получаем там 140. Например. Ну и в компьютере у нас, так как у нас стоит тут кинетическое западное оружие. Поставим. Так. Детализуем эти новые моды. Электронная наводка. То есть до наводки мы ставим, чтобы уменьшить разброс оружия. Так как это оружие имеет большой разброс, 2,5 градуса. Ну и коснемся голби. В чем разница между кайтом и голдовым премиумом и кораблем эглби. Есть в том, что на эту эглби есть пушка. Это конструирующая пушка. То есть она при каждой критическом попадании дополнительно повреждает корпус на 560 единиц. То есть помимо щита пролетает. Ну а также здесь в боевых модулях экстренное отступление. Корабль прыгает к ближайшему союзнику в области действия модуля. Модуля восстанавливает себе 3000 корпуса. Вот и все в принципе. А так они идентичны. То есть вместо того, чтобы поставить аварийный прыжок, мы сюда ставим однопривникам и прошу как-то компенсировать. Ну и максимальный лучший урон приносит залп на оружие. Ну а сейчас в принципе вот все, что я могу об них рассказать. Ну в следующем выпуске я вам расскажу о кораблях и рекордах. Это у нас есть касса. Ну и может дотоним еще немножко. Так же и Дверга. Посмотрим. Ну сейчас. Спасибо всем. Заходите еще. 1 Эта Какова в